Добрый день, меня зовут Лев Порос, я специалист компании QuadrLine и тема сегодняшнего вебинара будет временное хранилище. Временное хранилище 1С по своей сути это своеобразный инструмент, который помогает разработчикам передавать различные данные. Сложный, я бы даже сказал, тип данных между клиентом и сервером. Клиент и сервер появился только при переходе на 8.3, а именно на управляемые формы. Временное хранилище служит для того, чтобы при придаче данных, к примеру, каких-либо изображений, файл необходимо это все обработать на сервере и вернуть на клиент и дальше с ним работать, к примеру, перевести в другую процедуру. Как таковое разделение на обычных формах, ранее можно было все делать в одной процедуре, как обрабатывать данные напрямую, так и работать с элементами формы. Сейчас же все немного по-другому. То, что можно выполнить сейчас же произошло разделение. Все, что связано с данными именно информационной базой, мы выполняем на сервере и после этого частично результат этой обработки или какой-то другой результат, который необходим по задаче, мы передаем на клее. Для того же, для чего было добавлен инструмент временное хранилище для 1С, для того, чтобы разработчики могли сделать так, чтобы можно было передавать данные легко и просто, которые будут сами по себе неподъемные для клиента. К примеру, сами знаете, что если работать с таблицей значений на сервере можно, то на клиенте нельзя. Вот, к примеру, как можно будет передать результат работы на сервере процедуры, в которой мы работаем с этой таблицей значений. Для другой процедуры, к примеру, это все можно передать при помощи временного хранилища, как такового. Потому что, по своей сути, это инструмент, который находится вне сервера, вне клиента. Оно объединяет оба этих директивы, которые выполняются, и потому он очень удобен для разработчиков. Есть один момент, что временное хранилище может вмещать себя за один вызов, когда мы пытаемся поместить максимально только 4 гигабайта данных. Больше уже невозможно. Как вы уже знаете, что временное хранилище может работать как с файлами, так с изображениями, так и с фоновыми заданиями. Следует заметить, что временное хранилище на то и временное, что оно не постоянно хранит данные. И они пропадут, если, когда вы работаете с хранилищем и вызываете контекста или не контекста, но его из... Точнее, происходит перевызов этой процедуры, где используется временное хранилище, то оно очищается. Также временное хранилище может чиститься при серверном модуле команды или даже в следующем каком-то запросе формы, который будет прописан в коде. Тут бывают разнообразные ситуации. Итак, давайте начнем с работы с файлами в 1С. Так, одну секунду. Переключу демонстрацию. Итак, кто мне скажет, как именно можно работать? Ну, может кто-то знает, напишите в чат, как чаще всего используется временное хранилище, если знаете, при работе с файлами. Если знаете, как оно может быть использоваться. Вариантов вижу достаточно много, и как раз они все могут быть верны. Единственное, что, к примеру Александра, если хранить версии файлов, то они будут временно только жить. Поэтому необходимо будет эту версию куда-то все-таки записывать. Так, я покажу, например, один из самых простых, как бы для меня, вариантов, которые используются при работе с временным хранилищем, а именно передача клиента на сервер. Так, я хочу наперед предупредить, что местами я буду делать вставки кода для того, чтобы было быстрее показать вам то, что я хочу. Так, к примеру, добавим команду. Мы создали процедуру на клиенте. Я сейчас немножко вставлю код. Вот пример. Впользование, самый простой, по моему мнению, принцип использования помещения во временное хранилище. Как мы видим, мы выбираем тут, выбор файла это очевиден, но в данном случае это будет Excel. Понятное дело, что прописываем путь к файлу, который мы выбираем, но лучше всего прописывать, оставлять 0, то есть неограниченной длины, потому что, сами знаете, путь к каталогу к файлу может быть очень небольшим. Итак, на данный момент мы помещаем именно двоичные данные. Зачем помещать именно двоичные данные? Для того, чтобы при создании временного файла уже на сервере можно было получить точно необходимые данные. Хочу заметить один такой момент, что если у вас управляемая форма, база на управляемых формах, но она находится в файловом режиме, то, например, вот такой вот вариант, который вы сейчас видите, он будет работать без временного хранилища. Именно вот объекта путь к файлу. Потому что в ином случае будут выдаваться ошибки и что невозможно, будут разнообразные ошибки. Самая часто встречаемая ошибка то, что из-за этого невозможно создать временный файл. Покажу как примеры чтения. Вот процедура. Адрес. Так, и к примеру. А вот, как видите, чтобы поместить во временное хранилище, необходимо использовать процедуру поместить во временное хранилище. Но если мы хотим получить из временного хранилища, то нам необходимо написать вот такое вот обращение. Адрес, который я сейчас ввел, который здесь был описан так, перемена, который выполняется как функция получить во временное хранилище, это адрес во временном хранилище, который, без которого мы не сможем из временного хранилища получить то, что мы туда поместили. Без него это пустая трата времени, я бы даже сказал, потому что в временном хранилище может быть за один сеанс, за одну вот эту процедуру, может быть 20-30 значений, даже больше, пока не закончится место по ограничению до 4 ГБ. И потому необходимо каждый вот этот адрес во временном хранилище временно хранить, пока мы не записали его как объект конфигурации, а именно там какой-то объект, к примеру, сейчас вот на примере присоединенных файлов покажу виды сделок с клиентами. Вот файл хранилища и в реквизит вот такого типа, к примеру, который имеет тип значения хранилища значения. Хранилище значения мы также можем прописать любой файл, который мы храним, как в чате выше, ну как в чате и писали, что в нем храните все прикрепленные файлы документов, то есть скандкопии их разные и фотографии объектов, все, что Надежда и Макс написали. Также удобно использовать временное хранилище для, как я уже говорил, для хранения таблицы значений, для последующего заполнения табличных частей, но лично по моему опыту проще всего использовать превращение таблицы значений в массив структуры и оттуда заполнять. Но это сгубы мои личные мнения. После того, как мы получаем двоичные данные, которые мы перед этим записывали во временное хранилище, мы получаем двоичные данные. Для того, чтобы записать во временный файл, необходимо сначала его создать. Извините секундочку, вспоминал, как получилось, немножко забыл. Вот так вот мы получаем имя временного файла, который будем записывать и его расширение. Мы скопируем отсюда, к примеру, пускай будет файл Excel до 2003 года. Для того, чтобы записать двоичные данные, которые мы до этого получили во временный файл, необходимо записать вот такой вот ход, который запишет данные файла во временный файл. И после этого мы можем использовать чтение уже временного файла. Как будете именно читать этот временный файл? Это может быть сугубо ваше личное предпочтение. Кто-то пользуется стандартными средствами чтения табличного документа, кто-то использует чтение при помощи разнообразных средств, к примеру, Excel Application. В данном случае это не тема нашего вебинара. Как еще можно использовать временное хранилище для работы с файлом? Как я уже ранее говорил, что файл хранилища, который используется для справочников, для которых часть наименования объекта – опрессионные файлы. Там также используется временное хранилище, в которое помещается сам файл, который мы хотим. И после этого он загружается в систему после передачи с клиента на серию. Он записывается в этот вот реквизит с таким наименованием. Хотя, может быть, если это доработанная конфигурация, и это новый справочник, который вы вручную добавили, то, может быть, наименование этого реквизита другое. К примеру, хранилище или файл просто. Это как пример, я ничего не могу сказать. Также при помощи, ну, как уже ранее говорилось, что файл – это то же самое изображение, и оно также само хранится в таком же реквизите с таким же типом, как здесь, хранилище значений. Но, исходя из опыта, могу сказать, что в основном это используется для справочников номенкатуры, но бывают и другие случаи, что изображения, которые используются в 1С, они выводятся, точнее, получаются из файла справочника, помещаются во временное хранилище, и после этого выводятся при помощи декорации на форму элемента. К примеру, для того, чтобы получить изображение, к примеру, просто, то есть можно по-другому работать с файлом. Если у вас есть реквизит, вот такой вот файл хранилища, то можно по-другому прописать получение того же самого изображения. Ну, в данном случае, к примеру, мы добавим с типом, который, ну, самый элементарный пример. И, как мы знаем, в справочнике номенкатура есть также самый файл картинки. Но, как вы видите, это в справочнике номенкатуры присоединенные файлы. И потому нам... А, где-то ошибся. Минутку. Здесь так же само, как я и ранее показывал на другом справочнике, здесь также изображение хранится в реквизите файл хранилища. Итого. Вот так. Для того, чтобы получить изображение, ну, пока я пропишу только получение изображения, вывод на форму достаточно объемный, и лучше всего будет посмотреть в типовой процедуру, в типовой форме, которая вам подскажет, как лучше все сделать это. И, к примеру, мы получаем картинку. Вот, извиняюсь. Извиняюсь еще раз. Так, моя ошибка. Так. И, к примеру, мы при помощи вот такой вот процедуры мы получим файл картинки, который находится в справочнике номенклатуры. Естественно, мы вот этот реквизит выводим на форму, потому что нам необходимо будет выбрать же номенклатуру, по которой мы будем искать прикрепленный файл. И вот таким вот простым способом можно получить файл, который хранится в системе. И, как вы видите, вот сейчас по контексту, по синтакс-помощнику, что сам результат, который мы получим, это ссылка на двоичные данные, которые хранятся в системе. и после этого мы можем с ними дальше работать. И можете вот эту, этот метод использовать как на клиенте, так и на сервере. То есть без разницы, где вы его будете использовать. более широкий диапазон, который использует, более разветленный механизм использования временного хранилища происходит для конфигурации, которые сугубо заточены под браузерную версию работы. Кто слышал об конфигурации Etil? Если кто-то слышали, поставьте ключики в чате. про документ оборот, я думаю, все тоже слышали. Вижу, Надежда слышала. Я так понимаю, мало кто знает про эти конфигурации и хочу сказать, что эти конфигурации они практически стоят на временных хранилищах, которые используются для работы с данными. К примеру, тот же самый Etil, который используется для IT-компаний, для ведения учета заявок, которые приходят на доработку и все остальное. Там все построено на получении из временного хранилища и вывода его на форму. К примеру, той же самой хранения XML данных, которые хранятся в файле в реквизите с типом хранилища значений и при выводе они получаются из временного хранилища и потом выводятся на различные элементы формы, которые приписаны для этих объектов. там если, к примеру, вот как я говорил, если у нас просто клиент серверный вариант или файл, то достаточно поместить во временное хранилище, получить из временного хранилища, но с браузенной версии все так просто не работает. Необходимо начать использовать асинхронный метод вызова, то есть к примеру, я не помню просто управление торговлей есть такое или нет, начать вот примерно начать помещение файла на сервере. Это тоже используется, начинает использоваться временное хранилище, которое в этой процедуре есть и после этого в этом случае, если используется асинхронное, то это занимает больше времени, но система может немного подтормаживать при работе, но все отлично работает и может работать в любом из вариантов. браузер версии это немного ресурсно затратно для браузера, потому мало таких моментов только для больших крупных конфигураций и используются такие моменты. Поместить обычный вызов временного хранилища намного проще как по производительности, так и по ресурсно затратности для конфигурации. Работу в фоновых зданиях хранилища я извините не смогу показать, потому что у меня нету такой фоновой процедуры, которая может показать такую работу, потому что для этого просто надо будет использовать для этого необходимо просто точная цель использования этого и процедуры, потому что к примеру временное хранилище также самое используется для файлов, но оно читает к примеру какой-либо каталог, в котором хранятся файлы и их необходимо загрузить. К примеру, как Надежда уже написала, что есть определенный каталог, в котором хранятся фотографии объектов и необходимо раз в сутки получать оттуда файлы, загружать их в систему, к примеру, удалять из того каталога, чтобы они не дублировали систему при следующей загрузке. Как таковой идеи у меня не пришло в голову, что именно необходимо сделать для демонстрации, потому прошу меня извинить на этот момент, что не подготовил демонстрацию для этой ситуации, но в основном в фоновые заданиях еще также можно использовать не временно хранилище не только для загрузки файлов из внешнего источника, но и для работы с самим файлом, который уже есть в системе, потому что фоновые задания могут начинаться на клиенте, получаться данные на сервере и результат соответственно обрабатываться на клиенте. К примеру, чтобы сами знаете, чтобы обратиться к реквизиту на клиенте, необходимо получить для того, чтобы получить значение вот, к примеру, вида номенклатуры, нам необходимо перейти на сервер, чтобы получить значение этого реквизита номенклатуры, иначе мы ее не получим. И мы получаем во временном хранилище фоновом задании данные, которые хранятся в том или ином реквизите, который сложен для работы на клиенте, и мы проводим это временное хранилище по всем процедурам, где нам надо, и в конце, в том месте, где это необходимо, мы просто получаем из хранилища и работаем с этим файлом, читаем его, записываем в него, ситуации разные. Вроде бы все, что я хотел рассказать. Есть ли какие-то вопросы по вебинару или нет? Если вопросов нет, то всем спасибо и до свидания.